Добрый день! Сегодня в нашем номере ГУДКА вы сможете прочитать заметку о том, что на станции Хабаровск-2 будет построен новый пункт оцепочного ремонта вагонов. Дело в том, что на этой станции хотят развивать четную систему приема вагонов, но бывший цех по ремонту этого вагона просто мешал развитию четной схемы приема вагонов. И было принято решение перенести его на другую площадку. А развивать пропускную способность дальневосточной дороги оказалось необходимым. Дело в том, что в 2010 году по сравнению с 2009 года здесь грузопоток на этой станции увеличился на 28%. Так как все грузы идут к портам Дальнего Востока, ну и поэтому руководство дороги приняло решение развивать здесь пропускную способность вагонов. Новый пункт приема ремонта оцепочных вагонов будет располагаться в крытом ангаре, он будет утеплен. Поэтому здесь вагоны будут ремонтировать даже зимой, и по четыре вагона одновременно смогут подъезжать в этот ангар. И по словам железнодорожников, в сутки на этой станции будут ремонтироваться 50 вагонов. Компания Евраз объединяет два крупнейших в стране металлургических комбината. О последствиях этого решения рассказал вице-президент Евраза Алексей Иванов. В интервью газете Good Dog Иванов рассказал, что это решение на самом деле назревало уже давно. Об объединении говорили и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е, но только экономические сложности и политическая ситуация того времени не позволяли сделать, реализовать эту затею. Объединение позволяет значительно повысить эффективность транспортной составляющей. Но прежде чем объявить об этом, компания Евраз начала создавать единую транспортную дирекцию. Для справки, железнодорожный транспорт западно-сибирского комбината – это 7 маневровых районов, 10 станций, 8 цехов, более 400 километров пути. И каждые сутки сюда приходят 10-12 железнодорожных составов с сырьем, материалами, оборудованием и так далее. Но Евраз – это еще и 90% рельсов, которые используются на железной дороге. Более 30% железнодорожных колес, которые производятся в стране, и 100% железнодорожных скреплений. Поэтому после объединения Евраз получит больше возможностей для маневра, как по загрузке мощностей, так и по корректировке объемов выпуска продукции. Компания обещает, что отныне их рельсы будут такими же, как японские Nippon Steel, англо-французские Corus или австрийская Vostalpine. Кстати говоря, о Японии, как и поставщике рельсов для РЖД, Иванов отметил, что японские производители подтвердили гарантии поставок своей продукции на российский рынок. И у РЖД не должно возникнуть никаких проблем. В то же время топ-менеджер Евраз подчеркнул, что компания осознает потребность РЖД в длинномерном транспортном прокате, не из-за моря, а именно с внутреннего рынка. И в значительно большем объеме, чем это происходит до сих пор. Иванов рассказал, что делается для того, чтобы решить эту проблему. Подробнее читайте об этом сегодня на странице Гудка. Пенсионные номера Пенсионные номера придется оформлять даже детям и домохозяйкам. В скором времени без так называемой зеленой карточки граждане России не смогут получить ни одной госуслуги. Они поменять паспорт, не зарегистрироваться по месту жительства, они не смогут. Правительство недавно приняло постановление, согласно которому пенсионный номер является главным идентификатором Граждан России в общении с чиновниками. Однако эксперты говорят, что далеко не у всех россиян есть пенсионные карточки. Их, например, нет у солдат срочной службы, нет у домохозяек, у школьников. Однако им тоже очень часто бывают нужные госуслуги. И поэтому Пенсионный фонд уже сейчас предлагает всем оформлять пенсионные карточки самостоятельно, даже если работодатели этого не делают. В Пенсионном фонде нам рассказали, что для этого нужно просто прийти в отделение ПФР с паспортом и через две недели забрать готовую карточку. Если родители хотят сделать пенсионный номер для своего несовершеннолетнего ребенка, то они должны прийти со своим паспортом и свидетельством о рождении малыша. И, собственно говоря, больше ничего не нужно, через две недели карточка будет готова. Однако эксперты говорят, что на самом деле главным идентификатором Пенсионный номер будет являться только при госуслугах, которые оказываются через интернет. И сейчас, на самом деле, они оказываются через интернет очень редко, и это не очень удобно. Поэтому, в принципе, торопиться с походом в Пенсионный фонд студентам, домохозяйкам и родителям школьников не обязательно. В этот день, 220 лет назад, родился Самуэль Морзе. Если бы он следовал своему призванию, которому посвятил себя в детстве и только, он бы остался никому неизвестным, а, может быть, забытым художником. Но его имя сегодня на слуху у всех. Ведь его именем названа азбука и аппарат, позволяющий передавать эту азбуку на любые расстояния. А дело складывалось так. В юности он уехал в Европу, где обучался живописи. И даже его картина, одна из картин, получила золотую медаль на Парижской выставке. Вслед за чем он вернулся на родину в Америку, где подружился с известными и знаменитыми людьми того времени, такими, как писатель Фенемор Купер, президент Линкольн и другими не менее знаменитыми людьми. Но потом его вновь потянуло в Европу, где он продолжил изучать живопись. А возвращаясь после долгого пребывания в Европе вторично на родину, он познакомился с одним пассажиром, который в салоне первого класса показывал очень интересный фокус. Он подносил к компасу провод, на который подавалось напряжение с гальванического элемента, и стрелка компаса вращалась вслед за этим проводом. Это был, конечно, не фокус, а опыт, настоящий опыт. И он настолько глубоко запал в душу Самуэлю Морзе, что он начал задумываться над тем, как эти свойства электромагнита применить для установления связи на расстоянии. И вот, не имея специального образования, навыков, как говорится, на коленке, на чердаке дома своего брата, он начал конструировать аппарат. И когда этот аппарат, наконец, получился, была передана первая телеграмма по проволочному телеграфу. Но было трудно разобрать изгибы этого самописца, и тогда Морзе посетило второе гениальное прозрение. Он разработал специальную азбуку, присвоив каждой из букв алфавита сочетание точек и тире. Вот так родилась азбука Морзе, которой пользуется и сегодня. В 1912 году впервые был утвержден международный код, который всем известен как СОС «Спасите наши души», который передавался азбукой Морзе. Благодаря этому были спасены многие терпящие бедствия корабли.